МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 13 января, День российской печати. Отмечается он с 1991 года в честь выхода первого номера Русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году. Мы от души поздравляем коллег, всех работников пера с профессиональным праздником. Смоленск вошел в топ-десятку городов, поддерживающих детей в трудных жизненных ситуациях. Город занял пятое место во всероссийском конкурсе «Дети разные и важны». Организаторами выступили Фонд поддержки детей и Ассоциация малых и средних городов России. На первом в наступившем году плановом оперативном совещании глава администрации муниципального образования город Десногорск Вячеслав Сидунков подвел итоги минувших праздников и рассказал о предстоящих задачах на 16-й. Как отметил Вячеслав Владимирович, кроме осуществления всех возложенных на работников администрации законодательных функций, необходимо стремиться к оптимизации расходной части местного бюджета по всем учреждениям. Год обещает быть сложным. Трепетное отношение к каждой бюджетной копейке, которой мы оперируем, без ущерба для качества осуществляемых полномочий. В настоящее время все комитеты готовят свои отчеты о проделанной работе за прошедший год. В Десногорске в 2016 году, объявленном Годом российского кино, будут демонстрироваться новинки отечественного кинопроката. Планируется обратиться в областной дорожный фонд за помощью по ремонту городских дорог. Все мы знаем состояние наших дорог, все мы знаем узкие места. Дороги у нас задефектованы. Усилим работу в этом году в части поддержания благоустройства и внешнего облика нашего города. Упор сделан на строительные площадки, то есть там, где будет нарушение правил благоустройства, правил производства работ, будем привлекать к ответственности. 1 марта 2016 года заканчивается бесплатная приватизация жилых помещений. Граждане, желающие приватизировать квартиры, комнаты, общежития, обязаны до 1 марта 2016 года подать заявление в МУК ККП. Естественно, оно будет рассмотрено в дальнейшем, приватизация будет осуществлена. В учреждениях образования началась третья учебная четверть. 15 января стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Десногорцы участвуют в восьми предметных олимпиадах. А 24 января в четвертой школе пройдет Всероссийская инженерная олимпиада, победители которой могут получить целевые направления в энергетические вузы нашей страны. Все школы Десногорска освоили автоматизированную информационную систему. Мы уже рассказывали об электронных дневниках и классных журналах. Сейчас, в январе месяце, мы будем работать с родителями наших школьников, где будет объясняться, как работать в данной системе. Каждому родителю будет выдаваться пароль для того, чтобы выйти в эту программу. И он ежедневно может осматривать, был ребенок, во-первых, в школе, потому что есть, который иногда не все посещают школу, какие оценки он получил по тому или другому предмету и что задано. Как сообщается, на ПИД-надзор за праздничные дни пищевых отравлений и вспышек инфекционных заболеваний в Десногорске не зарегистрировано. Также в этот период не было и пожаров. 11 января на полигоне твердых бытовых отходов в Рудне уничтожены полторы тонны томатов неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям. Груз с помидорами следовал из Белоруссии без необходимых фитосанитарных документов. По информации пресс-службы регионального МЧС, с 1 по 10 января на территории области 4 человека пострадали при использовании пиротехники. Два инцидента произошли в областном центре. В Шумяческом районе получил травмы от пиротехники один из местных жителей. Четвёртый случай произошёл в починке. Молодой человек 1985 года рождения с травмами лица госпитализирован в Смоленскую областную клиническую больницу. Порывистый ветер, ледяная крошка и снегопад обрушились на Десногорск. На улично-дорожной сети города ухудшилась обстановка. Как справляются наши коммунальные службы с ситуацией, смотрите в нашем сюжете. Выпавший снег не оказался неожиданностью для наших коммунальщиков. Утром во вторник десногорцы по чистым дорогам и тротуарам добрались на работу. Уборка снега продолжалась целый день. Наша служба переведена в круглосуточный режим работы. На данный момент в уборке снега задействовано 10 единиц спецтехники и 23 человека. К 7 утра сегодняшнего дня были убраны все центральные улицы города. После прохождения улицы убираются пешеходные переходы и дорожки, также автобусные остановки. Снег вывозится на площадку складирования за черту города. Дороги посыпаются песчано-солевой смесью. Песчано-солевая смесь у нас в достаточном количестве завесена на площадку складирования. То есть, этими материалами мы обеспечены. В связи с ухудшением погодных условий, госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, причем не только водителями, но и пешеходами. ГИБДД города Десногорска обращается к жителям города с просьбой отказаться на ближайшие два дня от выезда на личном транспорте и быть осторожным на дороге в связи с ухудшением погодных условий. В Смоленский музей «Русская старина» из Всероссийского художественного центра имени академика Грабаря возвращены царские врата из собрания княгини Марии Тенишевой. Специалисты центра вернули уникальному произведению первозданный облик. Врата, которые заняли свое место в музее, предположительно изготовлены в XVIII веке в Ярославской губернии. Победители из разных регионов страны собрались в Сочи на 27-й международный фестиваль «Кивин-2016», который проходит с 11 по 20 января. Победитель кубка пройдет в сезон премьер-лиги КВН. Смоленская команда «Бездам» получила возможность посоревноваться за место на Первом канале после победы в финале региональной лиги 17 декабря. Болеем за наших! Вот и завершились новогодние каникулы и праздники. 13 декабря на Центральной площади погасили огни на главной елке Десногорска. «Сегодня, в канун Старого Нового года, юные десногорцы собрались на главной площади города для того, чтобы погасить огни на елке». Дед Мороз и Снегурочка заставили детей и взрослых попрыгать, побегать и потанцевать. Несмотря на холод и снег, который шел не переставая ни на минуту, никто не замерз и не заскучал. Ребята с удовольствием рассказали нам, чем занимались в новогодние каникулы и какие произошедшие события запомнились им особенно. Когда огни на елке погасли, собравшиеся на площади ощутили сожаление и немножечко огорчение. И в заключении о спорте. Смоленин Дмитрий Семёнов завоевал второе место по прыжкам в высоту. Турнир проходил в Челябинске. Наш земляк прыгнул на 2 метра 28 сантиметров. Его обошёл представитель Башкирии Данил Лысенко, взяв ту же высоту, но с меньшим количеством попыток. Третье место у Алексея Дмитрика из Краснодарского края. Выпавший снег уже позволяет проводить лыжные соревнования. Традиционный 36-й туристский марафон 100 километров за 24 часа пройдёт во второй половине февраля. Приглашаем десногорцев принять участие. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова